поговорим о легионеллах легионеллы вызывают тяжелое инфекционное заболевание при котором отмечается общая интоксикация организма страдает дыхательная система мочевыделительная система и центральная нервная система возбудитель носит название легионелла пневмофилика это палочки подвижная не образуют спор являются отрицательными по типу дыхания они являются анаэробами и также факультативные внутриклеточные паразиты растут только желточном мешке куриного эмбриона и на фибробластах легкого человека по антигенной структуре 22 вида из 40 выясненных опасны для человека факторы вирулентности эндотоксин и очень сильный экзотоксин устойчивость во внешней среде сохраняются в воде при температуре 25 градусов резервуаром являются пресноводные водоемы там где вода стоячая активно размножаются в амебах и проявляют резистентность к дезинфицирующим средствам эпидемиология легионеллы очень хорошо адаптируются и обсеменяют охладительные системы компрессоры пассейны ванны для осуществления больной терапии фонтаны иногда для легионелл условия размножения в искусственных сооружениях лучше чем даже в природных объектах человек человека легионеллезом не заражает источником инфекции не являются ни животное ни птицы легионелл распространяется аэрозольно человек вдыхает воздушно-водяную взвесь которая содержит взвесь легионелл возникают эпидемические вспышки связанные с производственными циклами когда образуется мелкодисперсный аэрозоль возбудитель накапливается в кондиционерах в душевых кабинах и рассеивается в воздухе при включении заражение возможно лечебно-профилактических учреждениях когда пациент принимает различные процедуры ультразвуковые процедуры или вихревые ванны люди высоко восприимчивы к этому возбудителю способствующие факторы курения алкоголизм иммунодефицит и нарушение обмена веществ продолжительность иммунитета неизвестно но заболевание повторно не возникает легионеллез встречается среди клиентов гостиниц среди медицинских работников и в психиатрических стационарах преимущественно болеют лица пожилого возраста мужчины в два раза чаще чем женщины клиника инкубационный или скрытый период от 2 до 10 дней у некоторых больных может быть продром период предвестников отмечают они неспецифические симптомы в виде слабости ухудшение аппетита иногда диареи но чаще заболевание начинается остро и протекает в виде тяжелой пневмонии резко поднимается температура нарастает озноб головная боль и потливость вскоре интоксикация затрагивает центральную нервную систему появляются бред галлюцинации обмороки и нарушение сознания на четвертый день заболевания появляется сухой кашель а затем кашель с выделением кровенистой или слизистой гнойной мокроты возникает боль в груди особенно если присоединяется плеврит заболевание тяжелое плохо поддается лечению иногда развивается прогрессирующая дыхательная недостаточность и это особенно тяжело протекают у пожилых пациентов в этих случаях пациентов переводят на искусственную вентиляцию легких иногда легиониллез протекает в виде острого альвеолита сухой кашель становится влажным и прогрессирует одышка еще одна из распространенных форм лихорадка понтиак это фактически острое респираторное заболевание но лихорадка достигает 40 градусов сопровождается сильным насморком воспалением верхних дыхательных путей рвоты бессонницей головокружением нарушением координации после перенесенного заболевания остается общая остыния осложнения к возможным осложнениям относятся инфекционно-токсический шок это самое серьезное осложнение летальность в этих случаях достигает 20 процентов лабораторная диагностика проводится путем выделения возбудителя из мокроты из плевральной жидкости и из крови бактериологическое исследование самое точное но она очень трудоемкая и чаще ограничиваются серологическими методами экспресс диагностика с помощью риф реакции монофлуоресценции с помощью иммуноферментного анализа и антиген выделяют в полимеразо цепной реакции лечение лечение этиотропное назначение антибиотиков группы макролидов эритромицина в тяжелых случаях внутривенно капельно назначают антибиотик но легионеллы плохо поддаются воздействию антибиотиков поэтому добавляют терапию рифампицином и вторхиналонами терапевтические меры направлены на снижение общей интоксикации на коррекцию дыхательной недостаточности при развитии опасных для жизни осложнений применяют традиционные меры интенсивной терапии